Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и я думаю, что все посмотрели фильм Капитан Марвел в кинотеатрах. И здесь у нас в Битве Чемпионов Марвел стартовала новая карта, которую многие, наверное, уже прошли, но я только сейчас добрался. Первоначально хотел сделать всё-таки её на мастере, но, к сожалению, не получилось. В конце видео для самых любопытных я оставлю неудачные кадры. Ну, а я сейчас на уровне герой, посражаюсь сейчас вот суткой Веномом, и после отправлюсь биться с ником Фьюри. Причём он здесь у нас сразу же в повязке. Я, честно говоря, думал, что его прям как из фильма добавят, такого свеженького, молоденького. Короче, я взял достаточно некрутую команду. Персонажи здесь абсолютно разные звёздности, рангов и так далее. Итак, ник Фьюри нас здесь ждёт. Чё тут говорит в землетрясении? Денверс и другой Фьюри. Нужно было полагать, что он рано или поздно появится. Мне уже надоело прятаться. Ну, это Талос, короче. Такой небольшой спойлер. Не Танос, а Талос. Ну, и сейчас мы попробуем надрать Фьюри. Теперь, наверное, возьмём вот Капитан Марвел трёхзвёздную. Хотя, давайте с двухзвёздной начнём. Она у меня в дубле. Трёхзвёздную оставим на потом. Посмотрим, на что способна наша красотулечка. По-моему, ей сейчас навтыкает. Фьюри, вы видите, какой кровоток он просто назначил на неё. Ладно, ей не повезло. Надо брать прокачанную Капитан Марвел трёхзвёздную. Как вы видите, очень много скрулов на заднем фоне. Не, чувак, я, пожалуй... А, забыл, у него есть ножик. Не, Фьюри, тебе не удастся. Костюмчик мне, честно говоря, вот этот очень понравился. Вообще, по фильму я на него сходил. Поделюсь немножко впечатлениями. У меня не было негативных эмоций от просмотра. Да ты задолбал уже со своим кровотоком. На тебе! Сейчас он, конечно, третью спецатаку может применить. Нет, не будет применять. Оп! Зато застрелил меня засранец такой. Ну, Фьюри вообще круто выглядит. Хочу сказать, мне все персонажи в плащах нравятся. Не знаю, что-то в них есть такое. Так, кем мы будем валить? Давайте, наверное, с Железным Человеком. Давали муж его. К сожалению, на Мастера я пока еще не сдал экзамен. Сейчас, после прохождения вот этой карты, я покажу, докуда я прошел. Я ведь завалил даже Фьюри на Мастере. Но последняя глава, где нужно уже биться с самой Капитан Марвел, я не смог пройти. Я дошел до нее. Я в конце видео размещу несколько отрывков из боя. А точнее, из избиения. Потому что реально по-другому это не назвать. Во! Что у Фьюри классно. Он берет просто и... Себе жизни пополняет в самом конце. Я когда бился на Мастере, короче, прохожу такой, ну наконец-то, 1% жизни. Сейчас я его завалю. Только бью, короче. И у него жизни до 100% возвращается. Я такой, твою дивизию! Что за фигня? Постараюсь тоже этот момент не забыть добавить. Так, ты слышь, ты че-то какой-то опасный прям. Еще и вертолет назначил. Ну, что хорошо вот у нашего человека. Да, у него невосприимчивость к кровотоку есть. Давай, Фьюри, все, заканчивай. Свои свистопляски. Отлично. Капитан Лед. Вот, кстати, неплохой, я думаю, персонаж, если биться с Фьюри как раз на уровне сложности Мастер. Но мне его нужно еще будет прокачивать. Возвращаюсь обратно к заданиям. Итак, вот Мастер у меня. Как вы видите, я прошел до конспирации, до последней, третьей главы и второго задания. Но, к сожалению, не смог я ее завалить. 40 тысяч, по-моему, у нее опасность. Плюс на ней усиления всякие работают. Поэтому сегодня по-прежнему уровень сложности герой. Итак. Я в процессе игры буду еще рассказывать, наверное, о самом фильме. Фильм нормальный. Не сказать, что вау, но мне понравился. Отписывайте в комментариях, кому тоже понравился. Фильмец и, может, кому не понравился, тоже отписывайте. Я единственное, с чем столкнулся, это с хронологией появления Тессеракта, блин. Хоть заново пересматриваю все части серии Марвел, где этот Тессеракт появлялся. А появлялся он, насколько я помню, в Торе, потом в Первом Мстителе с Капитаном Америкой и во многих других частях. И вот, короче, он там тоже появился, такой небольшой будет спойлер, так и быть. Да, блин. Сейчас я немножко... Клинюсь в битву. Так, чувак, ты слишком какой-то это... Как насчет того, чтобы ты парировать начал, блин? Точнее, я парировать начал. Смотрите-ка, он, козел, не парируется. Ты чё, обалдел, что ли? А? Таскмастер. О! Запарировался. Отлично, завалили. Мне кажется, вот этот Человек-Лёд реальный имба. Особенно плюс у него то, что сопротивление к кровотечению есть. Но у многих других персонажей тоже есть это сопротивление к кровотечению. Итак, мы передвигаемся дальше. И дальше у нас один из новых персонажей, которого зовут Эйго. Относится он тоже к классу способностей. Постараемся ему надрать задницу. Как насчет того, чтобы отпарироваться? Отлично, у него одной руки нет. Можно сказать, мы бьемся с Калекой. Так, 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 так. Ты, 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 ты. Вообще красавчик какой-то. Найгана, кстати, есть у меня видос тоже на канале. Чё ты там своими молниями-то, а? Чемпионский титул я у тебя заберу этот. Нравится мне у Капитана Льда третья спецатака. Она, конечно, похожа на спецатаку Капитана Мороза, блин, или Капитана Холода, по-моему, из Injustice 2. Ну, здесь она как-то эффектней, что ли, выглядит. По второму Injustice, кстати, возможно, будут еще видео. Я в игру захожу. С пацанами, с оставшимися, бьюсь в рейдах. Нас осталось очень мало. Я не знаю, я чё только не делал, чтобы позвать, ну, участников к себе в лигу, но никто не отвлекается. Видимо, все уже разбрелись по своим лигам. И никто не хочет ниоткуда уходить. Но лига реально по активности у нас потеряла. Мы сейчас бьем только третий рейд. И то, по-моему, там трое человек бьет. Я и еще двое. Остальные так больше добивают. Ладно, передвигаемся дальше. И далее у нас Мисс Марвел. Насколько я знаю, да, Мисс Марвел. Давайте мы ее завалим с помощью Капитана Марвел. Заодно посмотрю, какие у нее способности. К сожалению, она у меня только трехзвездная. Ну, чё, подруга? Костюмчик, конечно, вот этот топчик у меня. Фильм шел два часа с лишним. Там, конечно же, две сцены после титров. Поэтому сразу же после первой сцены не сваливайте из зала. Воу-воу-воу-воу-воу, подруга, спокойься. Ты чё? Это, кстати, наверное, Мисс Марвел Камала Хан из другого измерения. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тише-тише. Размахалась тут, на. Я надеюсь, ты 30 спецатаку не будешь применять против меня? Твоей сестренке. Отлично, завалили. 61% жизни остался. Неплохо, неплохо она справилась. Движемся дальше. А дальше у нас Диабло. Блин, я с ним уже тысячу лет не встречался. Так. Кем мы тебя завалим? Давайте черепом и костей его быстренько вынесем. Так, отлично. Ну чё, чувак? Я пока здесь немножко, это, преодоление. Ярость тебе пополню, чувак. Не-е-е. Ну у тебя ничего не видит, ведь. Вот так. Раз. И два. Конечно, череп и кости у меня взят в команду чисто для того, чтобы я не просрал эту карту. Но я думаю, что персонажи в 2000 опасности легко разберутся с вот этой вот Капитаншей Марвел. Ну давайте. Применю я себе немножко энергии, а то закончилось. Что ж, давайте Капитан Марвел против Капитан Марвел. Посмотрим, кто кого завалит. Ну она вообще дикая на мастере была. Демон, конечно, быстрее ее уделал, но у него корвус глефа есть. Достаточно мощный. Я пока еще не научился слабыми персонажами, как он проходить мастер. Ну смотрите-ка. Капитан Шам Марвел неплохо справляется. Представим, что у нас справа это Скрулл, Капитан Марвел. Тихо-тихо. Обалдеть, нет. Пусть это будет настоящий Капитан Марвел. Потому что она меня завалила. Если бы я ей все-таки навтыкал, думаю, что... Я бы был настоящим Капитаном Марвел. Ну что, давай, Капитан Марвел против Капитана Марвел. Посмотрим, двухзвездная как-то нормально так нанесет ей, а? Че, кто из нас Скрулл, а, подруга? Ох ты, опять я Скрулл. Проиграл, значит Скрулл. Окей. Все, она, короче, сейчас просто напрашивается. Давайте мы возьмем... Железного человека. Чего бы нет. Думаю, я им смогу в легкую с ней разобраться. Итак, ну давай. Надо, кстати, у демона спросить, кого лучше мне сейчас со своих персонажей качать. Знаю, что есть еще один чувак, который... Во-во-во, подруга, оставь меня в покое. Я в печали. Есть еще канал Легаси. И он делает такие более краткие обзоры. Не знаю, он записывает ли летсплей на канале или нет. Отлично. Я просто хочу тебя дозавалить, подруга. Все. Отлично. Железный человек справился. Красавчик, Тони. Что ж, победа у нас. Все замечательно. Сейчас я получу хорошие награды. Если у нас опять соединение не прервется. Но что-то пока все грустно и печально. Все нормально, короче. Проблемы с сетью он написал, что были, но... Все обошлось. Так, я получил неплохо так по осколкам. Сегодня мы откроем также кристалл вот этой красотки. Не знаю, трехзвездная она мне попадет или... Вообще не выпадет. У меня есть просто 150 жетонов. И давайте покрутим. Покрутим, я сказал. Ну что, что-то я ее вообще вот один раз два вот видел. Давайте останавливаем. И пожалуйста, хотя бы трехзвездную. Во, ну вот четырехзвездный, блин, этот был. Синистра или мистер зловещий. Злыдень, блин. Вот кабам, кабам могут вообще. Ну ладно, у меня для того, чтобы загладить вот эту вот вину, кабам, есть кристалл четырехзвездного героя. И пожалуй сейчас я его открою. Но сначала пролистаю до конца. Нет, здесь ничего больше нету у меня. Итак, осколочки. Престижный кристалл героя я коплю до 20 тысяч осколков, чтобы открыть 10 штук. И это будет у нас на видео, как раз когда я открою Капитан Марвел. Сейчас мы откроем кристалл четырехзвездного героя. Посмотрю, кто здесь выпадет. Каких персонажей, кстати, уже добавили. Видел то, что демон вроде как за Блэйдом охотится. Может быть он реально крутой. Такой им не выпадает Анжела. Нет, Блэйд, смотрите-ка, четырехзвездный. Но вот бед, у него просто кровоток хороший, насколько я знаю. Насколько я помню. Потому что запомнить все пассивки 50, наверное, персонажей для меня это сложно. А тут их, скорее всего, даже больше. Так, есть особые кристаллы. Вот кристалл Мстителей. Ага. 150. У меня столько нету. Что ж, отправлюсь я в чемпионы и поищу Блэйда. Хочу его прокачать. Где у нас тут? Вот он, красавчик. У меня, по-моему, как раз много вот этих ИСОшечек. Сейчас мы одну так применим. А вторую применим. Она здесь должна быть. Да. У вас требовать. Окей. Применим. Десятый уровень. Далее, что мне нужно? Ага. Катализатор способностей второй категории. К сожалению, у меня его нету. Буду добывать. Буду прокачивать Блэйда. Думаю, он мне пригодится. Ну а на этом все. Для самых терпеливых в конце видео я вставлю те моменты, с мастера. Посмотрите, поржете. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока. Я надеюсь, сейчас в самом начале битвы она не будет пополнять энергию стремительно. Ну, по крайней мере, на нее действует. Тихо, тихо, подруга. Не убивай меня, пожалуйста. Воу. Ну все, быстро завалило. Всего лишь 9% я у нее отбавил жизней. Слава богу, у меня есть контратака во время оглушения. Так, давай, дегенерацию, чувак, еще разочек. Давай. Нет, нет, нет. Собака, блин, снесла. 79% осталось. Давай, подруга. Волнение от толпы мне нужно. Опять у нее какая-то невысприимчивость. 76. Вообще ничего не отбавляется. Так, это у нас была у нее вторая атака, да? О, наконец-то у нее жизни начали отбавляться. Еще разок Хаук. Красавчик оглушил. А вот сейчас она исполнит свою третью, скорее всего, спецатаку. Да, посмотрим на третью спецатаку Танны Марвел. Ага, красиво, красиво. Ну, что-то так себе не зашло. В фильме она была эпичнее.